В 2010 году юноша по имени Андрея Себака искал истину. Хотя раньше он никогда не возносил пылких молитв, он решил попробовать. Вскоре после этого он встретил миссионеров. Они дали ему информационную карточку с изображением книги Мормона. Андрея почувствовал что-то и спросил, не продадут ли миссионеры ему эту книгу. Они сказали, что он получит книгу бесплатно, если придет церковь. Андрея пришел в небольшой приход в Мачуди, Баствана, Африка. Он пришел один, но небольшой приход был любящий, дружной группой, в которой насчитывается примерно 40 членов церкви. Они прилинили Андрея с распростертыми объятиями. Он прослушал миссионерские уроки и крестился. Это было чудесно. Но что дальше? Как Андрея оставаться активным? Кто поможет ему совершенствоваться на этом пути заветов? Один из ответов на этот вопрос – его кворум священства. Каждый носитель священства, вне зависимости от своей ситуации, получает пользу от сильного кворума. Мои юрные братья-носители священства Аронова, Господь ожидает от вас создания крепкого кворума, где каждый молодой мужчина будет ощущать себя на своем месте, где будет присутствовать Дух Господа, где все его члены желанны и ценны. По мере того, как Господь собирает своих детей, им необходимо быть там, где они будут чувствовать себя на своем месте и расти. Каждый из вас, члены президентства кворума, ведет за собой, ища откровения, и развивает чувство любви и братства среди всех членов кворума. Вы уделяете пристальное внимание новообращенным, менее активным или людям с особыми потребностями. Имея силу священства, вы создаете крепкий кворум. Сильный, единый кворум многое меняет в жизни молодого человека. Когда церковь объявила о новом акценте на изучении Евангелия дома, некоторые подумали о таких прихожанах, как Андре, и задались вопросом, а как насчет молодых людей, в семье которых Евангелие не обучали, и дома, у которых не создана среда для изучения Евангелия и жизни по нему? Про них забыли? Нет. Ни про кого не забыли. Господь любит каждого юношу и девушку. Мы, носители священства, руки Господа. Мы осуществляем церковную поддержку тому, что реализуется в стенах дома. Когда поддержка семьи ограничена, кворумы священства и другие руководители и друзья приглядывают при необходимости за каждым отдельным человеком и семьей и поддерживают их. Я видел это действенно. Я знаю это по себе. Когда мне было шесть лет, мои родители развелись, и отец оставил маму с пятью маленькими детьми. Мама начала работать, чтобы обеспечить нас. В какой-то момент ей потребовалась старая работа, а также дополнительное образование. У нее не было времени воспитывать нас, но бабушки, дедушки, дяди, тети, епископы, домашние учителя взялись помогать моей маме. И у меня был кворум. Я очень благодарен своим друзьям, своим братьям, которые любили и поддерживали меня. В моем кворуме каждый ощущал себя на своем месте. Некоторые, возможно, считали меня аутсайдером и неудачником из-за ситуации в семье. Может, я таким и был. Но кворумы священства добавили мне шансов на успех. Мой кворум сплотился вокруг меня и неизмеримо благословил мою жизнь. Вокруг нас много аутсайдеров и неудачников. Возможно, мы так или иначе являемся таковыми, но у каждого из нас есть кворум, где мы можем как укрепиться сами, так и укрепить других. В кворуме один за всех и все за одного. В нем мы обучаем друг друга, служим друг другу и создаем единство и братство, служа Богу. В кворуме происходят чудеса. Мне хотелось бы рассказать вам о чудесах, произошедших в кворуме Андре Мачуди. Когда я буду делиться этим примером, ищите принципы, укрепляющие всякий кворум, который их применяет. После своего крещения Андре сопровождал миссионеров, обучавших еще четверых молодых мужчин. Они впоследствии тоже крестились. Теперь там было пятеро молодых мужчин. Они начали укреплять друг друга и небольшой приход. Крестился шестой юноша по имени Тусо. Тусо поделился Евангелием с тремя своими друзьями, и скоро их стало девять. Ученики Иисуса Христа часто собираются именно таким образом, по нескольку человек, приглашенных друзьями. Когда в древности Андрей нашел Спасителя, он отправился к своему брату Симону и привел его к Иисусу. Подобным образом Филипп пригласил своего друга Нафанаила пойти и посмотреть. В Мачуде к церкви вскоре присоединился десятый юноша. Миссионеры нашли одиннадцатого, а двенадцатый молодой мужчина крестился, когда увидел, как Евангелие повлияло на его друзей. Прихожане в Мачуде были в восторге. Эти юноши обратились к Господу и присоединились к Церкви Христовой. Книга Мормона сыграла значимую роль в их обращении в веру. Тусс вспоминает, «Я начал читать книгу Мормона каждую свободную минутку, дома, в школе, везде». Ауратиль заинтересовался Евангелием благодаря примеру своих друзей. Он объясняет, «Казалось, они изменились в один момент. Я думал, это связано с той маленькой книжкой, которую они начали носить в школу. Я видел, какими хорошими парнями они стали. Я тоже захотел измениться». Все 12 молодых мужчин были собраны и крещены в течение двух лет. Каждый из них был единственным членом церкви в своей семье. Но они получили поддержку своей церковной семьи, включая президента Роквеллу, президента их небольшого прихода, старейшину и сестру Тейлор, пожилую миссионерскую пару и других прихожан. Брат Джуниор, руководитель кворума, приглашал молодых мужчин к себе домой в воскресенье во второй половине дня и служил для них наставником. Молодые мужчины вместе изучали Священное Писание и регулярно проводили семейный домашний вечер. Брат Джуниор возил их навещать прихожан, людей которых обучали миссионеры и других, которых было необходимо навестить. Все 12 молодых мужчин садились в кузов грузовика брата Джуниора. Он высаживал их у домов по два или три человека, а потом забирал. Хотя молодые мужчины только узнавали о Евангелии и не чувствовали себя его знатоками, брат Джуниор говорил им делиться с теми, кого они навещают, тем, что они уже знают. Эти молодые носители священства Ааронова учили, молились и помогали присматривать за церковью. Они выполняли свои обязанности во священстве и испытывали радость служения. Андрей сказал, «Мы вместе молились, вместе смеялись, вместе плакали и стали братством». Они даже называли себя брат, отряд братьев. Вместе они поставили цель служить на миссии. Поскольку они были единственными членами церкви в своих семьях, им нужно было преодолеть множество препятствий, но они помогали друг другу в этом. Один за другим эти юноши получили свои миссионерские призвания. Уехавшие первыми писали письма оставшимся, делясь своим опытом и вдохновляя на служение. Одиннадцати из них отслужили на миссии. Эти юноши делились Евангелием со своими семьями. Матери, сестры, братья, друзья, а также люди, которых они учили на миссии, обратились в веру и крестились. Происходили чудеса. Бесчисленное количество семей было благословлено. Предполагаю, многие из вас думают, что такое чудо может произойти только в таком месте, как Африка, на плодородной Ниве, где собирание Израиля ускоряется. Однако я свидетельствую, что принципы, применявшиеся в небольшом приходе Мачуди, действуют повсюду, где бы вы ни находились. Ваш кворум может расти посредством возвращения к активной жизни в церкви и проповедания Евангелия. Даже если один ученик протягивает руку своему другу, один может стать двумя, двое могут стать тремя, четверо – восьмью, а восемь – двенадцатью. Небольшие приходы могут стать приходами. Спаситель учил, «Те двое или трое, или больше, собраны во имя Мое, вот там буду Я среди них». Небесный Отец готовит умы и сердца окружающих нас людей. Мы можем следовать побуждениям, протягивать руку дружбы, делиться истиной, предлагать прочитать книгу Мормона, а также любить и поддерживать их, когда они начинают знакомиться с нашим Спасителем. Прошло почти десять лет с тех пор, как отряд братьев из Мачуди начал свой путь. Они по-прежнему остаются отрядом братьев. Готлега сказал, «Нас могут разделять расстояния, но мы всегда близки. Я молюсь о том, чтобы мы приняли приглашение Господа присоединиться с Ним в своих кворумах священства, чтобы в каждом кворуме все чувствовали себя на своем месте, чтобы там шло собирание и был рост». Иисус Христос, наш Спаситель, и это Его труд. Об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok